так настраиваю камеру пока пока присоединяются всем здравствуйте отлично здравствуйте так хорошо сегодня у нас с вами эфир по моделированию и плюс еще покажу вам новые цвета из коллекции маракеш здравствуйте здравствуйте татьяна здравствуйте юля так ну что же пока присоединяются люди у вас сердечки полетели спасибо очень приятно давайте представлюсь меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе воронеж и творческий партнер компании ими сегодня у нас с вами интересный прямой эфир немножко с моделированием немножко с дизайном покажу как с помощью цветных гель-лаков блестящих сделать легкий очень красивый дизайн надо для тех кто любит шикарные блестящие цвета есть у нас такие клиенты вот это как раз для них будет так или покажу как мы делаем простую коррекцию ну например там было у нас наращивание или перед этим было укрепление покажу как мы делаем простую коррекцию будем делать сегодня форму квадрат вот и использовать с вами soft ash pink вот такой вот гель этот гель подходит как раз для коррекции для наращивания на свободный край я его не рекомендую потому что он такой эластичный но он очень хорошо подходит на коррекции по хорошо подходит для очень мягких таких знаете от природы у кутикула мягких ногтей он очень хорошо стоит и не отслаивается не дает отслойка на исправление архитектуры тоже не пройдет потому что он эластичный то есть здесь мы смотрим с вами на гели по эластичности по жесткости эшпинг будет эластичный гель как раз за счет этого он не дает сколов и отслоек именно кутикулы по боковым линиям да вот но из-за эластичности не дает как раз исправить архитектуру то есть что-то где-то допустим выпилить да если чисто но он прекрасно совмещается у нас например с другими какими-то жесткими гельми на свободных краем край можно допустим укрепить тем же акри гелем тем же монофазом если хочется да желе тоже прекрасно подходит для свободного края вот и верхнюю архитектуру можно уже сделать эшпингом сегодня поработаем как раз в этой технике с минимальным опилом покажу вам вот и сделаем какой-нибудь красивый тоже легкий быстрый как всегда дизайн так ну что же давайте я теперь переверну камеру и буду уже показывать вам нашу сегодняшнюю работу сейчас немножко под настрою чтобы было всем хорошо свет под настроем отлично я уже подготовила ноготочек здесь было у меня наращивание мы с вами вместе наращивали на каком-то из эфиров уже часть отросла часть еще пока осталось здесь был миндаль что я сделала смотрите я сняла гель до тонкой тонкой подложки практически весь в центральной части и оставила небольшую толщину по свободному краю старайтесь сильно тонко не убирать свободном крае почему потому что вам очень в помощь будет вот этот вот материал который остается на свободном крае чтобы приподнять например свободный край чтобы выпилить красивую арочку ну и плюс смотрите у нас вот здесь вот не хватает до квадрата до четкого боковых линий мы это будем с вами немножечко немножечко достраивать вот в центральной части материал нам не нужен но полностью его снимать тоже не нужно то есть ногтевую пластину мы стараемся оставить под покрытием не снимать гель до конца чтобы не травмировать потому что наша с вами задача все-таки растить ногти натуральные в зоне ложа здоровые до у клиента не повреждать их чтобы всегда клиент видел во время коррекции они же любят у нас рассматривать ноготочки в каком они состоянии вот чтобы они видели что они здоровые что они крепкие что покрытие их не травмирует никак на них не влияет чтобы не возникла у них мысли снять покрытие походить подышать отдохнуть как это они любят договорить вот ногтевая пластина должна быть всегда здоровой плюс это естественно сказывается на носку то есть если у нас идут какие-то отслойки систематически неправильными работаем гелем или усердствуем там количеством гель-лака не на ту ногтевую пластину которую он его можно ставить да то у нас ногтевая пластина приходит в такое пересушенное состояние постоянно идут отслойки она травмируется и с каждым разом материал носится все хуже и хуже поэтому нам нужно стараться чтобы ногтевая пластина была без отслоек не снимать материал до конца всегда была под покрытием тогда у вас будет покрытие хорошо носиться какие базы подходят для беременных ну смотрите если вы не аллергик то в принципе базы могут подойти любые потому что базы у нас гель-лак в принципе если мы уж будем говорить о принципах нанесения дату базы у нас наносится на здоровую крепкую короткую ногтевую пластину все что длина все что мягко гнется это все гель в любом случае гель конечно же он более нейтральный в нем меньше кислот и он на ногтевую пластину практически не влияет но если ногтевая пластина в принципе здорово то гель-лак в правильном нанесении вам не повредит вот единственное только что можно поменять базу там обычную например на так сейчас я вам подскажу сейчас я найду ее и подскажу какая база точно могла бы подойти называется на кера база ну вот открыла стол я ее не вижу хотела вам показать называется кера база она у нас идет именно для склонных к аллергии не тогда когда аллергическая реакция уже случилась на ногтевой пластине от каких-то там непонятных материалов потому что у нас мастера любят на алиэкспресс на вал берез дешевые покупать да то есть как бы понимаете что там за состав может быть вот то есть базы должны быть естественно качественные проверенных фирм вот то есть и у нас есть такая база кера база она как раз щадящим составом она для людей склонных к аллергическим реакциям вот для беременных можно ее поставить если есть такая необходимость но правильном нанесении все базы с хорошим составом не будут вредить ногтевой пластине так мы отвлеклись на вопрос надеюсь я достаточно емко ответила на него ну что же конечно я сделала маникюр чтобы уже не отвлекаться такое какая-то пылинка была вот единственное что я сейчас делаю это сделаю быструю подготовку бафом вдоль кутикулы я подниму чешуйки пилкой на здоровой ногтевой пластине нам работать не нужно достаточно просто пройтись хорошо в круг если не достаем то уголочком бафа да вот здесь вот в труднодоступных почесали немножко этого достаточно то есть везде у нас красной линии идет щадящее отношение к ногтевой пластине дальше что я сделаю я обезжириваю евро клинсером хорошо прохожусь и дальше уже буду обрабатывать именно жидкостями специальными nail prep это дегидратор дегидратор нам нужен для того чтобы во первых вытянуть какие-то косметические средства я до этого пользовалась кутикул ремувером если клиенты пользуются какими-то лосьонами сейчас от солнышка тоже часто наносят на тело на все тело все это скапливается у нас под кутикулой и просто обезжиривателем просто евроклинсером которым я сейчас обезжирила ногтевую пластину это не вытягивается поэтому нам обязательно нужен дегидратор также дегидратор хорош если у нас влажная ногтевая пластина гипергидрозная например у клиента вот обработали как понять что ваш дегидратор хороший и он хорошо работает на ногтевой пластине он испаряется в течение нескольких секунд и ногтевая пластина становится такой белесой вот то есть не остается никакого никакой влажности дальше в гелевом покрытии я наношу ультрабонт в каком случае наношу в каком нет смотрите у нас есть две базы забегу вперед сейчас да есть гелевая база супербонт гель она подходит на здоровые крепкие ногти на сухие возрастные ногти на влажные я предпочитаю ставить вас гель от гель лака вот так же она подходит на крепкие здоровые ногти и плюс на влажные вот две вот такие базы и если мы используем чисто гелевую базу то я рекомендую наносить естественно перед ней ультрабонт это двухсторонний скотч это праймер бескислотный вот если же я буду пользоваться баз гель то нам праймер не обязателен ультрабонт не обязателен потому что база и лака они и так очень хорошо дают сцепку с ногтевой пластиной потому что у них молекула меньше вот но именно по этой причине на сильно поврежденную ногтевую пластину лучше базу до гель лака там сильно какие-то кислотные не наносить но здесь состав хороший поэтому в тонкий слой можно наносить под гель и восстанавливать дальше ногти уже под гелем когда они восстановятся полностью если вдруг у вас была какая-то поврежденная ногтевая пластина да уже через 3-4 месяца можно пробовать переходить на супер бонгель а так обычно я всегда разграничиваю супер бонгель гелевая база на здоровые ногти и сухие баз гель на влажные и здоровые вот так я буду пользоваться супер бонгель как и всегда практически на себе да редко баз гель использую чисто чтобы вам показать а так уже давно на гелевой базе все прекрасно как видите носится дальше ультра бонд вытираю смотрите прям достаю из флакона и вытираю об край лишней жидкости не должно быть легкими движениями наношу сначала по боковой линии потом центр боковая я надеюсь что у меня хорошо слышно и видно потому что у меня показывает плохое соединение никогда такого не было но сейчас почему-то есть такое пожалуйста киньте какие-то реакции или напишите хорошо ли меня видно и слышно все молчат так здравствуйте все хорошо спасибо татьяна большое все отлично так смотрите не должно быть сильного жирного блеска такой легкий сатиновый и где-то на воздухе он сохнет буквально 30 секунд пока мы обрабатываем вторую руку первая уже сохнет пока я болтала он уже у нас сработал дальше беру супер бонд гель и и как можно ближе к кутикуле наношу нашу базу хорошо очень прорабатываем боковые линии с вами ноготка потому что бывает такое что не доработали чуть не довели базу а гель сильно близко к боковым валиком положили и там будет отслойка спешим на этом этапе я рекомендую все таки наносить по одному пальчику не сильно тонкий слой а прям такой средний потому что у нас гель жесткий ногтевая пластина она подвижная и нам нужна еще и амортизация то есть слой базы должен быть ну такой средненький не втирающий это очень важно наносим близко к кутикуле хорошо прорабатываем боковые валики близко к боковым валикам да но стараемся чтобы в пазуху материал не затекал поэтому работаем по одному пальчику конвейером это тоже быстро так сушим мы примерно 30 секунд в лампе эми если у вас другая лампа то минуту и дальше я буду использовать soft ash pink гель смотрите у меня немножечко не хватает по боковым линиям материала да потому что у меня здесь был миндаль поэтому я сейчас сразу возьму гель который буду работать сразу достаю кисточки которые мне нужны и немножечко по боковым линиям я сейчас сразу вот сюда добавлю сразу без подложки без архитектуры немножко материала под эшпинком у нас достаточно крепкий гель это монофаз стараемся чтобы вот здесь вот плюшечек никаких не было да вот спускаем прям вот в бачок пусть он стечет вот поэтому мы спокойно сейчас доделаем наши параллельки не сильно стараемся не сильно аккуратно главное чтобы там был какой-то дополнительный слой материала да вот и чтобы он немножечко спустился в бачка и и чтобы не было натеков и плюшек чтобы нам не поменьше пилить чуть-чуть подсыхает и дальше я буду уже делать обычный мокрый пол и архитектуру смотрите какой красивый гель мне очень нравится у него такая такой нежный оттенок слегка молочно персиковый я бы так сказала но при этом холодный не теплый так теперь делаю мокрый пол смотрите кстати он очень хорошо подстраивается под цвет ногтевой пластины поэтому его под френч очень классно если делаете такой а-ля боби бумер кончик белый им перетягиваем шпинком то получается тоже красивый переход такой натуральный так делаем мокрый пол прорабатываем хорошо боковые линии до кутикулы смотрите я не дохожу почему потому что во первых если я сильно к кутикуле подвину материал могут быть отслойки в плане того что допустим гель зайдет за пределы базы может такое быть да значит там пойдет отслойка дальше еще такой момент если например много материала у нас у кутикулы во первых получается такая ступенька и от излишка материала тоже могут быть отслойки поэтому чтобы предотвратить у кутикулы отслойки мы гелем не доходим до границы базы мы всегда отступаем от кутикулы гелем сделали мокрый пол хорошо проработали боковые линии здесь очень такой тонкий слой по которому дальше капелька у нас будет распределяться дальше я беру ставлю примерно на середину подкрутила убираю с кисточки лишний материал и быстрыми движениями начинаю распределять туда-сюда 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 материал я бы сказала жидковат поэтому работать им нужно побыстрее в боковые линии я сейчас не иду я распределяю его практически только по центральной и вниз потому что в бачках он и сам подтечет и мы немножечко можем кисточкой подправить вот если нам это нужно вот я сейчас подспустила излишек если он есть убираем смотрите дальше можно перевернуть ноготочек но мы с вами делаем не классическое выравнивание там с апексом да я просто перевернула чтобы он сцентровался чтобы он сцентровался дальше я переворачиваю и тонкой кистью вот этот апекс который у нас сильно собрался да я немного подспускаю вниз и на боковые линии достраивая квадрат все вот такая быстрая выкладка сейчас посушу и покажу что у меня получилось мы сохраняем плавный переход от кутикулы к апексу апекс не сильно объемный нет смысла его делать большим вот и немного спускаем материал к кончику там какая-то толщина должна быть запас для того чтобы немножко приподнять свободный край и выпилить с внутренней стороны так сушим гель мы две минуты обязательно в любой лампе пока сушится я вам покажу вот таких классных малышей которые пришли это мини версия лосьонов черных вот основная версия для клиентов у меня стоит с помпой очень удобно очень нравится лосьончики быстро впитываются на лето просто идеально и вот такие вот малыши мини версии очень я скучала потому что так еще минутку включаем потому что раньше другие лосьоны были тоже были маленькие лосьончики очень классные на подарки на презенты клиентам там на новый год на 8 марта или просто как комплимент при первом визите тоже я делала вот в принципе такой походный вариант в сумочке у меня тоже всегда лежал вот сейчас сделали я очень рада и два вот таких вот девятый и первый номер первый номер уже не скажу кстати по поводу запаха а девяточка это один из последних это по мотивам аромата Нина Ричи очень классно пахнет прям советую вот смотрите все наши продукцию всю нашу продукцию эми можно купить на эми шоп на официальном сайте там кстати сейчас проходят акции про акции тоже немножечко расскажу смотрите акции на педикюрные материалы сейчас есть скидки и на декор до 65 процентов вот также можно заказать на Валберис на Озоне и конечно же у официальных дистрибьюторов так внизах наш гель смотрите что у нас с вами получилось архитектура тоненькая есть подъем от кутикулы то есть у нас вот здесь по идее вот он апекс да вот но он не ярко выраженный вот он подъем дальше здесь у нас основная часть материала и я спустила его также в торец за счет того что в торце у меня тоже толщина да вот она толщина получается вот такая вот тонкая архитектура но при этом видите да что у меня есть подъем от кутикулы то есть здесь материал присутствует он упил ноготь вот дальше я обезжириваю то есть не нужно нам с вами выстраивать каких-то больших бугров это совершенно не нужно вот архитектура должна выглядеть тонкой но при этом укреплены должны быть те зоны которые нам нужны то есть зона стресса да и на кончике тоже должна быть толщина но мы ее уберем с внутренней стороны так дальше опил будет не сильно большой у кутикулы я пилить вообще не буду потому что там тоненько все хорошо выложилось вот мне нужно сделать архитектуру четкого квадрата начиная с боковых линий можно кстати помогать себе фрезой если если владеете опилом фрезой намечаем с вами боковые линии дальше от центральной части ноготка сейчас я подниму чуть-чуть повыше а то я пилкой буду ударяться в экран прям вот вот так под центральной части ногтя я ровно ставлю пилку но немножечко видите она вздернута у меня то есть если я уложу пилку полностью я пойду вниз у меня получится опять покатистый ноготь я немножечко ее вздергиваю вот эту часть и иду ровненько к торцу длину я не убираю я ее уберу в самом конце делаю такую ровную площадочку вот так дальше вот эти вот зоны боковые которые выходят у нас от синуса и идут через весь ноготь вот здесь основной материал объем мы его убираем то есть формируем такую покатистость вот как у меня стояла пилка по центральной части точно так же я ее ставлю по вот этой боковой параллели и точно так же иду прямую линию никак пилка у меня никуда не уезжает иначе угла не будет мы его просто снесем с этой стороны у нас получается видите грани это техника простая очень очень старая это техника арочного опила граненый стакан так здесь мне как пристроиться вот и в основном ей я и пользуюсь какие-то этапы иногда могут пропускаться вот потому что ну в зависимости от выкладки да там и если вы владеете этой техникой то вы как бы архитектуру видите очень четко сейчас грани я все тоже скругляю вот и вам не составит труда быстро пилить даже если вы какие-то этапы там допустим сразу идете не полосочками а через грань пропускаете можно так пилить вот главное чтобы это были четкие ровные полоски в любом случае потому что иначе у нас не получится квадрата так вот здесь тоже еще раз возвращаюсь на боковую линию чуть-чуть на поверхность и здесь тоже на боковую линию и немножко на поверхность при этом пилка четко лежит ровно по ногтю то есть я никуда ее вот да на угол не верчу так еще немножечко с этой стороны в начале когда мы учимся пилить мы пилим четкие полоски потом скругляем грани это знаете как воспитывает в нас видение архитектуры а потом когда мы уже научимся вот этим четким полосочкам там уже можно скругляющими движениями сразу через грани идти пожалуйста можно и так вот так немножечко он такой чуть-чуть на заужение чтобы лопаточкой не был да теперь поднимаю вот эти вот провисание нижние параллельки немножко здесь не сильно у меня провисает вот и только теперь в последнюю очередь я убираю свободный край почему потому что мы пиля ровно никогда до конца не допилим видите вот эту покатистость вот эта покатистость она убирается в конце вместе с длиной получается красивая четкая форма квадрата еще немножко кому-то нравится уголки оставлять четкие ровные острые я так люблю но клиенты например у меня некоторые просят скруглить смотрите скруглить это не значит полностью свободный край скруглить мягкий квадрат это когда мы под уголок ставим пилочку и скругляем только уголок если мы с вами например делаем скво овал когда у нас центр тоже скругленный вместе с углами но углы там на самом деле они все равно немножко островато остаются тогда мы с вами пилку просто вот так вот подворачиваем под ноготь и пилим до тех пор пока у нас углы не уйдут наискосок а центр не скруглится но это не путайте это не мягкий квадрат мягкий квадрат когда только углы скруглены а если у вас и центр скруглен и ушли углы наискосок вниз то это скво овал так боковые линии чуть-чуть доработаю вот здесь прям вдоль боковых валиков для того чтобы очень хорошо у меня там цвет лег все можно шлифовать наш пил с вами закончен шлифуем точно так же как и пилили ровными полосочками так смотрите по торцу если я посмотрю у меня вот здесь есть немножечко лишний материал давайте я еще разочек сейчас пройдусь здесь и потом мы с вами будем вот так вот по торцу прям когда смотрите в торец когда убрали длину как раз понять если у вас где-то лишний материал все теперь вот эту толщину мы с вами просто уберем с внутренней стороны фрезой вот и все вот и вся наша коррекция я для выпиливания буду использовать елочку вы можете использовать любую какая вам нравится фреза сейчас немножечко я пошумлю положу сразу салфеточку влажную для пыли так понятное дело мы это все черновую работу мы делаем с вами с вытяжками но я не буду сейчас вытяжку включать чтобы сильно не шуметь немножечко чисто аппаратом и вот таким способом мы сначала сам торец выпиливаем теперь переворачиваем и здесь выпиливаем толщину но при этом стараемся все-таки немного оставить того материала который у нас был почему потому что у нас решпинг это не тот материал который можно оставлять в тонком нанесении он не будет держаться не будет держать нам арку поэтому старый материал тоже оставляем не сильно выпиливаем все тоненький торец ну где-то там миллиметра наверное полтора я оставляю сильно тонко не выпиливаю теперь могу немножечко подправить у меня и монофас прозрачный там остался и сверху эшпинг вот такой у нас с вами квадратик получился теперь мы это все с вами обезжириваем убираю салфеточку все с вами обезжириваем под кутикулой хорошо тоже под ноготочком и будем с вами наносить цветные гель-лакер у меня здравствуйте здравствуйте всем здравствуйте у меня из коллекции маракеш только три цвета остальное можно посмотреть на официальном сайте эми шоп вот но эти мы с вами посмотрим очень красивые цвета для тех кто любит блестящее фокус ловлю вот посмотрите какой красивый и мало того что он перламутровый еще у него такие вкрапления слегка золотистые очень красивый 501 как он называется у нас базар так шарада это светоотражающий просто вообще бомбезный очень красивый посмотрите как переливается 497 и 502 медина это тоже перламутр такой знаете цвет розового шпанского я бы так сказала руки трясутся очень тоже красивый кстати в одной из сетей наверное в нельзя грамме здесь наверное тоже скоро выложат там есть мастер-класс с вот этими двумя цветами вот мы с вами будем покрывать сегодня 501 посмотрим насколько он плотный насколько удобный я еще не пробовала буду пробовать с вами так смотрите как я наношу цвета я люблю использовать вот такую вот кисть это у нас овал номер четыре у нее тонкий ворс очень хорошо подходит и для выкладки гелей и для прокраса под кутикулу прежде чем будет прокрашивать под кутикулы конечно же я дублирую еще раз апельсиновой палочкой поднимаю все можно еще раз пройтись салфеточкой если вы видели что там есть какие-то пылинки поглубже прям прям вот этот этап пожалуйста не пропускайте поднять еще раз кутикулу кто-то привык только этой кистью работать из флакона кто-то тонкой заводит но мне очень удобно именно вот такой широкой почему потому что она упругая она тонкая и ее легко контролировать я вымазываю ноготочек вымазываю немножечко кисть и сейчас я даже не крашу я задаю траекторию в одну сторону под кутикулу и вниз видите как легко и быстро и видно вам и в другую как можно глубже ой сейчас секундочку как же без какого нибудь косичка не может быть у меня такого досмотрелось в экран и повела не туда оттягиваем еще раз и хорошенечко проходимся все мы задали с вами просто траекторию куда будет растекаться наш гель наш гель лак цветной так теперь беру из флакона кисть смотрите одну сторону я прям вытерла сильно можно уточнить я пропустила какое покрытие на основе на основе мы работали эшпинком вот такой вот гель очень красивый сейчас еще раз вам быстренько покажу у него такой холодно-персиковый оттенок он очень хорошо подстраивается под ногтевую пластину на френч классно на растяжки тоже классно на коррекцию я его использую на коррекцию или покрытие своих здоровых крепких ногтей если исправление архитектуры серьезное какое-то да то не советую потому что он ну эластичный эластичность это классно он хорошо очень стоит у кутикулы вот но например здесь я выпилила почему потому что у меня внутри был монофаз было наращивание и там была достаточно ну я оставила большую чтобы вы понимали вот и сверху положила эшпинг и выпилила я там монофаз и он еще и остался все равно там то есть жесткий каркас у меня остался если бы у меня здесь был бы натуральный ноготь я бы его не смогла выпилить с эшпингом эшпинг все таки он больше на коррекцию идет вот но гель потрясающий по цвету по текстуре очень удобный так еще раз смотрите я не просушила это здесь мокрый пол тонкий беру из флакона вытираю одну сторону полностью на второй у меня остался материал теперь как обычно вниз от синуса вдоль бокового валика прокрашиваю очень легко ложится цвет вообще сам по себе он очень кстати удобный мне понравился видите плотный ну и плюс за счет того что мы с вами сделали вот этот мокрый пол в принципе гель лак по мокрому полу тоже прекрасно ложится и не затекает и нам осталось только подтянуть его под кутикулу вот такими движениями легкими и вниз все все стараемся чтобы материала было не сильно много во-первых ступенька нам не нужна а во-вторых он еще может и растечься если гель лак жижи да но этой техникой удобнее всего покрывать и нам не требуется никакой тонкой кисточки вот здесь еще я докрашу вот так все тонкая кисть не нужна я не люблю тонкими кистями потому что их очень сложно контролировать я использовала сейчас кисть овал номер 4 ее можно также приобрести на сайте эми шопру также можно посмотреть еще у дистрибьюторов кисти тоже в наличии всегда должны быть в ваших городах и также посмотрите на валбереса зоне возможно там тоже найдете потому что сейчас продукция эми тоже на маркетплейсах присутствует вот по ассортименту не подскажу но можно посмотреть так теперь мы это сушим сушим 30 секунд цветной гель лак вот напомню это был 501 цвет из коллекции маракеш вся коллекция очень красивая такая гламурненькая блестящая вот для тех кто любит такие шикарные блестящие праздничные цвета вот из них есть светоотражающие 497 еще очень красивый 502 и также на сайте еще можно посмотреть там несколько цветов есть у меня пока только три так ну что же давайте как раз с вами сейчас к этому нежному нежному перламутру еще и добавим светоотражайку добавим светоотражайку и я возьму сейчас еще и кисть наверное вот для градиента тоже блистать так посильнее да выкладываю здесь капельку беру тонкую кисточку почему и шпинг скалывается с монофаза это интересный вопрос потому что вообще ну я такого не встречала это как раз очень частые такие материалы которыми я пользуюсь может может такое быть почему вообще в принципе гели могут скалываться друг с другом друг с другом или допустим цветной гель лак может скалываться с геля смотрите я сейчас как раз растяну пока пока буду растягивать поболтаю с вами вот у нас в гелевой системе так как это жесткая не пористая система присоединение материалов будет только через липкий слой или за шлифованную поверхность если вы обезжирили гель и дальше наносите следующий то он у вас сколется потому что он не сможет зацепиться друг за друга сцепка происходит только через липкость или за шлифованную поверхность вот это наверное единственная причина почему может гель с другого геля ну как бы сколоться другой честно я никогда на своей практике не встречала вот такое было потому что часто там тоже курсы провожу еще что-то и у нас был такой случай с гель-лаком вот гель-лак скололся потом начали выяснять и оказалось что девочка просто сняла липкий слой все было выполнено по правилам Ирин ну честно я не встречала такого момента чтобы гель с геля скололся то есть у вас получается остался подложка осталась монофаз гель это у вас наращивание было подложка осталась а эшпинг скололся с угла он скололся или как ну вот такой момент не знаю даже как вам подсказать детали хочется больше знать так вот так вот такой вот нежный градиентик мы с вами сделали растягиваю его ну к середине чуть ниже середины вот с торца прям слетел интересно а монофаз остался это наращивание было у вас сушу пока пока сушу так 497 положила и сейчас мы с вами у клиентки держится только монофаз знаете бывает такое бывает такое что вот к какому-то гелю привыкли ногти и вот они там постоянно держатся это просто на ее ногти а зачем вы на ее ногти нанесли монофаз а потом сверху еще вот мне интересно вот этот момент это же ну получается такое достаточно объемное это была коррекция так сейчас я дизайн достану который мы будем с вами делать интересный интересный конечно вопрос и интересная у вас техника работы и потому что при коррекции но я вот вижу только один момент то есть если у меня например остался вот почему монофаз сейчас у меня остался потому что у меня была коррекция наращивания свободного края не было если мы на свои ногти делаем коррекцию то у нас получается какая-то часть может конечно остаться предыдущего на кончике но в идеале мы его просто выпилим потому что мы будем свой свободный край поднимать вот а еще да еще момент смотрите мы можем не заметить когда у нас клиент например дотронулся до кожи до лица до шеи просто вот так вот до своей руки да кончиком мы не заметили туда попал вот этот вот жирный слой кожи у меня кстати клиентка одна постоянно при коррекциях чешется это очень сложно так работать потому что клиент не замечает этого а ты должен постоянно следить не уследил все тогда там могут быть сколы вот может такое быть между слоями вот две причины мы уже нашли либо там была снята липкость либо дисперсия чем-то была повреждена вот по-другому не может быть да бывает такое да вот потом просто обезжирить если она почесалась или дотронулась до лица вот просто обезжирить недостаточно нужно обезжирить зашлифовать нанести дегидратор вытянуть из зашлифованной поверхности частички и еще раз ну как бы это все обезжирить вот так то есть это трудоемкий момент поэтому за клиентами следите пожалуйста просто обезжирить недостаточно будет а если вы вообще не заметили и это как раз вот будет на уголке то есть они углами чешутся вот то да будет расслоение материала такое возможно так что мне нужно мне нужен теперь топ т класс я его использую для промежуточного скажем так прокраса можно конечно спасибо большое за ответ я надеюсь что я вам помогла но другого варианта правда нет то есть либо дисперсии вообще не было либо она была нарушена не обязательно по вашей причине ну как бы по вашей вине просто могли не уследить за клиентом вот можно конечно просто если это гель-лак обезжирить и нанести шармикон тоже к обезжиренной поверхности будет хорошо липнуть но так как здесь блестки и они все равно немного шершавые да то я наношу т класс только посередине только там где у меня будет шармикон для того чтобы создать гладкую поверхность в бока в бока не иду потому что может быть объем по бокам а мы так усердно выпиливали наш красивый квадрат чтобы его не испортить да мы будем с вами только посередине красить там где у нас будет шармикон вот такие шармиконы я их обожаю почему потому что они есть уже заполненные есть пустые и они очень классно будут сочетаться с джемтигелем объемные такие вот украшения будем с вами делать вот сейчас объем тоже возвращается в моду особенно если мы посмотрим на всякие корейские дизайны там объемные мишки сердечки все остальное у нас кстати еще какие то есть там с бабочками с жучками раньше их вообще очень много было если кто то закупался раньше шармиконами там и ягодки были и фрукты там какие то звездочки морские еще что то вот сейчас можно все достать сейчас оно опять входит в моду так ну что же можно взять какой то уже заполненный и взять джемтиглер и просто им продублировать а можно будет взять какой то цветной джемти там на сайте посмотрите обязательно что есть в наличии джемти точно прозрачный есть из цветных что то осталось они уже к сожалению вывели из ассортимента вот но что то может быть осталось но вообще прозрачный он очень универсальный сейчас я примерюсь вообще что я хочу наверное прям вот какую то большую вот так посерединке давайте сделаем да сейчас наверное вот так сделаем вот у меня в наличии есть розовый и жемчужный джемтигер но это старые старые уже вот на ими шок посмотрите пожалуйста что есть ну вообще прозрачный он конечно универсальный так аккуратненько отрезаю беру пинцетик и ровненько приклеиваю вот так вот под кутикулу старайтесь сразу не прижимать чтобы была возможность поправить так ну вот у меня не по центру сейчас еще немножко так вот просьба по центру все приклеили ох сколько у нас здесь будет блеска с вами дорого-богато я очень люблю объемные вот такие украшения я не люблю стразы потому что клиенты постоянно вот есть клиенты которые то грызут их то еще что-нибудь их снимать не очень удобно а вот такие украшения очень-очень удобно смотрите я сейчас возьму джунти тот который есть у меня в наличии но не факт что он есть на сайте посмотрите пожалуйста на мешок какой есть у меня розовенький сделаем розовеньким вот но вот такие заполненные можно делать и просто прозрачными тоже будет очень классно вот так вот ставим с ним конечно нужно тоже научиться ой подождите я заговорилась я заговорилась так нам нужно это топом покрыть девочки топ прайм берем это же верхний дизайн заговорилась я так и перекрываем топом то есть я теклас только посерединку посерединке нанесла я приклеила на него шармикон можно было просто обезжирить и приклеить но из-за блесток шершавых я именно так сделала и наклеила наклеечку теперь я клею наклеила наклеечку теперь я перекрываю топом потому что джем ти это верхний дизайн все он уже у нас на готовность будет вот так сейчас подсушу вот он будет у нас уже на готовность чем он и хорош вообще джем ти и вот такие вот шармиконы они очень подходят друг другу и вообще в принципе шармиконы которые можно сделать объемными да то есть какие то там у нас есть тоже морская тематика все это можно джемтишкой сверху покрыть вот теперь мы уже с вами на готовый ноготь уже стопом все сверху делаем дизайн он не течет что удобно я ставлю вот такие вот небольшие капельки он очень вязкий поэтому ну прям потренироваться надо им работать прозрачные точно такой же они по консистенции одинаковые называется джем ти гель посмотрите какой ну прозрачный точно есть может быть из цветных тоже что-то осталось и делаем вот такие вот если чуть-чуть вышли можно раз и вернуть его обратно делаем вот такие вот украшения если например у вас есть прозрачный под него можно фольгу элементы фольгой сделать можно просто любым гель лаком прокрасить золотом серебром жемчужным каким-нибудь под и потом сверху джемтишку а можно просто заполнить вот такие дизайны которые уже прокрашены смотрите какая красота получается так как у нас объемные дизайны снова входят в моду то сейчас это как нельзя актуально так вот здесь вот прям аккуратненько вот этот лепесточек нижний можно немножечко помочь себе тонкой кистью вот так смотрите вообще не течет и остается вот такой вот объемный заполняем дальше посмотрите в записи екатерина посмотрите в записи потом мы сегодня делали четкий квадрат коррекцию и вот такой вот красивый дизайн ну вот смотрите здесь есть еще такой маленький кружочек можно его в принципе не заполнять ну давайте вот тоненькой кисточкой закрутим все-таки туда тоже чтобы все было объемное вот так все теперь мы это сушим просушиваем мы обязательно две минуточки чтобы все хорошо схватилось и никуда у нас не делась в процессе носки у клиента так работали мы сегодня давайте напомним эшпинг это эластичный гель который хорошо подходит на коррекцию или хорошо подходит на укрепление своих натуральных ногтей на наращивание можно использовать но тогда должна быть жесткая подложка под него на исправление архитектуры но желательно его использовать только на верхнюю уже исправленную архитектуру то есть под ним должен быть жесткий каркас вот но при этом его эластичность дает нам возможность как раз у кутикулы положить очень тоненько там не будет отслоек он очень хорошо повторяет движение мягкой ногтевой пластины то есть для тонких ногтей он идеален вот и хорошо подстраивается под цвет ногтевой пластины очень нежный красивый цвет дальше мы с вами использовали 501 основной тон был и немножечко я припорошила его 497 это коллекция маракеш вот новые цвета очень красивые использовала также шармиконы сейчас скажу что это не скажу что это за шармикон поищите пожалуйста номер не подскажу либо спросите потом в комментариях в комментариях просмотрю напишу вот вот такие вот украшения вот так они выглядят под джем ти гелем смотрите объемные красивые украшения сейчас снова в тренде вот так вот кстати нам еще пришло розовое маслечко сухое очень красивенькое я сейчас смотрю в камеру и понимаю что у меня все здесь настолько сухо и некрасиво сейчас мы так сделаем сухое масло которое не оставляет следов очень быстро впитывается о теперь другое дело вот такой классный дизайн получился в идеале можно было конечно вот сюда стразинку вставить в серединку стразинку вставить это на любитель но я стразы не очень люблю я люблю как можно быстрее как можно проще работать вот поэтому для меня это вот идеальный вариант все девочки большое спасибо за ваши активности за вопросы вот спасибо что были в этом эфире со мной если есть какие-то вопросы можете под эфиром их задавать просмотрю потом отвечу всем спасибо всем хорошей рабочей недели до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания